Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Васильевский остров и у нас в студии городской голова Днепра Борис Филатов. Здравствуйте, Борис Альбертов. Добрый вечер. Я не буду сегодня спрашивать вас о дорогах, ни о транспорте, ни даже о мусоре. У вас есть профильные замы, руководители департаментов, управлений. При случае мы их об этом спросим. А с вами поговорим о чем-нибудь более системообразующем. Вы у нас давненько не были, за это время пока не были, много где побывали. Поэтому хочется начать издалека, например, из Одессы. Ваш визит в Южную Пальмиру был недолгим, но обстановка, это эсминец, компания, спецпредставитель Волкер, посол Иванович, президент. Все это было весьма солидно и представительно. Кук уплыл. Что осталось? Остались инструкции американцев. Зачем вас туда собирали? Задания какие-то? Или, может, просто вы там так хорошо покушали и отдохнули, и все стало хорошо? Нет, мы нехорошо. Там было что покушать, был фуршет, я не кушал. Сейчас я вообще стараюсь не кушать. Последнее время набрал вес. Если серьезно, то я буду максимально взвешен в оценках. И знаете, когда идет речь о дипломатическом приеме, то, наверное, надо разговаривать и дипломатическим языком. Визит эсминца в Одессу, американского ракетного, оснащенного системами ИДЖИС, крылатыми ракетами и прочее, прочее, прочее. Естественно, это был знак со стороны наших союзников, который они демонстрируют в поддержку Украины против агрессии России в Керченском заливе и везде вообще в акватории Черного моря. Почему составляли список гостей именно таким образом? Ну, я могу только догадываться. Естественно, вы понимаете, что на дипломатическом языке каждое действие является определенного рода знаком. Поэтому из мэров городов я был один, был еще Андрей Иванович Садовой, но он был приглашен не в качестве мэра в качестве кандидата в президенты. Кандидаты в президенты были и другие. Кто-то приехал, кто-то не приехал, наверное, в силу избирательной своей кампании предвыборной. Но был очень ограниченный круг. И в том числе, во время, когда брифинг выступал и Курт Волкер, и остальные присутствующие, там был посол США в ЕС, это личный друг Дональда Трампа, они просто давали недвусмысленные месседжи о том, что Украину никто не бросит. И это символический такой жест. Там было еще очень много сказано, чего интересного, но я думаю, что это не тема программы. Ну, я вам скажу, для меня это как бы честь. Я считаю, что если среди мэров всех городов в стране, особенно областных центров, приглашают меня одного, наверное, наши американские партнеры как-то ко мне относятся достаточно лояльно. Дальше говорить не буду, как говорят американцы, ноу-коммент. Инструкции никто не давал. Я уехал с хорошим настроением. Любой, конечно, мужчина, мальчик, юноша хотел бы попасть на такой корабль. Ну, это действительно очень интересная была экскурсия, скажем так. Хотя это была, естественно, не экскурсия, это был дипломатически закрытый прием. Из Одессы вы вернулись. До этого тоже были в Израиле. Пресс-служба ваша сообщала о том, что у вас служебная командировка. Ну, я могу понять, что там в Израиле делает периодически Геннадий Корбан, но вам-то это зачем будет? Что там такого есть, что полезно городу? Мне тяжело комментировать, что делает в Израиле Геннадий Корбан. Я буду говорить, что делал я. Там проходила ежегодная выставка Муни-Экспо, которая была посвящена технологиям смарт-сити и израильтяне. Я считаю, у нас, наверное, в мире одни из флагманов этих всех историй. И выставка была уже и в прошлом году, я был в прошлом году на ней. В этот раз меня пригласила торгово-промышленная палата. И она была значительно более расширена. Если раньше, знаете, она носила такой характер именно внутриизраильский, то есть города между собой конкурировали, показывали свой опыт, то сейчас попытались расширить и количество гостей, и количество участников. И в прошлом году я ездил один, а в этом году уже поехала делегация мэров. То есть был мэр Житомира, Киева, Чернигова, Венница. То есть у нас такая была очень представительская делегация. Ну, я вам скажу так, если в прошлом году после выставки я привез технологию израильскую, которая позволила нам сделать наш знаменитый центр ситуационный, который на седьмом этаже в мэрии расположен и следит за правопорядком в городе и за работой коммунальных служб, то в этом году, пусть это останется небольшим, опять же, секретом, я, когда будем говорить о планах, вообще сейчас пытаюсь о планах говорить очень взвешенно и аккуратно, поскольку, в том числе, из-за недобросовестности подрядчиков, очень часто планы, особенно их сроки, нарушаются. Поэтому это была полезная поездка. То есть будет что в Днепре потрогать после этой поездки? Конечно. У нас, как водится, после каждой почти поездки есть что потрогать. Очень много есть спекуляций по поводу того, что я много езжу где-то за гранкомандировки. Но, например, из последней за гранкомандировки в Лондон мне привез 44 троллейбуса. Я думаю, это тоже совсем не мало, потому что именно в ту командировку удалось договориться с Европейским банком реконструкции и развития о очередном кредите. Ну, говорят у нас много, о вас особенно, о вашей команде, причем не всегда лестно, не всегда положительно. Несмотря на то, что много проектов реализовано, несмотря на то, что вы заявили недавно на Совете регионов некоторые проекты, выступили с инициативой в Киеве до этого на форуме, много проектов освоено, некоторые в стадии реализации. При этом, говорят, частенько не всегда лестно, что все вы не туда тратите, половину или больше воруете. Вот с этим что делать? Вас это как-то трогает? Абсолютно меня это не трогает. То есть я к этому отношусь философски, я как человек, который пришел из оппозиции, и я понимаю, что одно дело сидеть и критиковать, это воодушевляет, это значительно проще. А другое дело каждый день разгребать эти амгиевые конюшни. То есть, опять же, я не хочу останавливаться на всех проблемах в городе, ну, к примеру, у нас нет ни одного документа на природные рекреационные зоны. Вот вообще, ни на один сквер, их просто, они отсутствуют. Я не знаю, почему их не делали все последующие, все предыдущие годы. Вот нет их просто. Может, потому что так было удобнее немножко откусывать там с краев. А сейчас и балансодержать или нет, то есть целые улицы повыпадали с баланса. Но это такое дело, то есть пусть тот, кто меня осуждает, пройдет мой путь, или как бы оденет мои ботинки и пройдет мой путь. Поэтому я отношусь к этому философски. Есть действительно, я считаю, одна из основных наших системных ошибок, это то, что высокие заявленные цели, они растянуты во времени. Это история с мостом, с набережной, то есть это очень долго у нас все реализуется. Опять же, в силу объективных причин. Плюс, я не жалуюсь, я отношусь к этому абсолютно спокойно. Нас начали догонять системные проблемы, которые не решались, опять же, десятилетиями. И даже не проблема Ивана Ивановича, предыдущего мэра или предыдущих каденций городского совета. Это просто не делалось в стране десятилетиями. Вот я вам честно скажу, если бы не децентрализация, которую Петр Алексеевич придумал, вот оно бы уже все рухнуло. Вот реально бы все просто рухнуло. Сейчас начали дороги... Не было бы ресурсов, да? Конечно. Сейчас начали дороги сыпаться, которые делали по капитальному ремонту в 2006 году. То есть уже 12 лет, то есть время уже подходит, они начинают сыпаться. Но у людей просто короткая память, то есть у них, знаете, им вроде кажется, что их делали вчера. Нет, их делали еще при Иване, 12 лет назад они начинают сыпаться. И точно так же износ жилого фонда и инфраструктурные все вещи. Но объем работ колоссален. А, конечно, я готов согласиться с тем, что люди говорят, вот вы все раскопали, когда вы это уже все закопаете? Ну, наверное, да. Ну, закопайте. Да, но с другой стороны, до этого никто ничего не раскапывал, ни метро не строил. Ну, никто ничего не делал особо. Вот так. Силу целого ряда причин. Поэтому, я думаю, если мы говорим о планах 19-й год, я вот упреждаю ваш вопрос следующий. Наша задача уже закончить все начатое. Начинают моста и заканчиваем набережной, стадионом ВРЗ. Там всякие моральные уроды. Ну, то есть я вот так, может, буду остро говорить. Начали по этому поводу спекуляции говорить, что и стадион ВРЗ никто не строит. Да послушайте, там по 50 человек работают круглые сутки. Поэтому, я думаю, мы и стадион ВРЗ доделаем. Я так уже не хочу говорить точно о сроках. Но мне приходят, говорят, сдадим в октябре. Я говорю, в октябре не надо. Сдайте к концу года или лучше весной 2020 года все равно. Никто на нем не будет тренироваться осенью. И транспорт. Транспорт. Говорите, не будем говорить о транспорте. Люди каждый день ездят. То есть мы сделаем солнечный. Это заметно. Мы сделаем солнечный. И сейчас уже стоят как бы и столбы, и контактную сеть мы будем тянуть. Я думаю, что сейчас у нас автономный ход. Интервал 30 минут. Так будет 6-7. В этом году уже запроектировано, оттендерили. Начнем делать Победу 6-ю и Приднепровск. Но просто никто не поймает. Всем кажется, знаете, это столбы повтыкали и протянули провода. Ничего подобного. Для того, чтобы сделать Приднепровск и Победу 6-ю, для этого надо сделать тяговые подстанции. 15-ю и 7-ю это 100 миллионов гривен. Это колоссальный проект. Очень сложный технически. Поэтому все делаем. Оно не так много видно, сколько делается. Но это такое дело. Надо иногда отвлекаться от работы. Я о другом колоссальном проекте. Кулеш, мы тут о транспорте заговорили. Немножко о другом. О вашем полете в космос. Который вы планируете. Который уже, насколько я знаю, частично оплатили. Скажите, когда, зачем и кому в этой жизни, и что вы еще не доказали. Ну, я думаю, в космической столице... Кто-нибудь, наверное, будет с надеждой смотреть. Да, да. Улетел и обещал вернуться. Я думаю, что в городе, который является космической столицей Украины, ну, наверное, нет ни одного мальчика, или юноши, или мужчины, который бы не мечтал полететь в космос. Наверное, все мы, дети, которые жили при советской власти, мечтали быть космонавтами. Так получилось, что мне почти удалось реализовать свою мечту. Почему? Потому что я познакомился с таким пассионарием, знаменитым бизнесменом Ричардом Брэнсоном, который организовал проект по подготовке суборбитальных полетов. То есть суборбитально это так. То есть если Юрий Гагарин летал, условно, и другие космонавты, астронавты вокруг Земли, то суборбитально это значит, ты выходишь в космос и возвращаешься назад без оборотов вокруг земного США. Но это в любом случае однозначно космический полет. Чтобы не тратить время. В 2011 году, по-моему, я заплатил уже деньги. Проект очень долго откладывался, по той причине, что там были очень серьезные технические проблемы. Один из челноков разбился из-за ошибки пилота. Но не будем о грустном. И вот буквально месяц назад уже прошли тестовые режимы. То есть успешно прошел первый полет, второй полет. И 16 июля Ричард собирается лететь в годовщину запуска Аполлона 11. Собирается лететь сам. И после того, как он, получается, выйдет в космос, то после него начнут уже лететь космические туристы. Надо себя чуть-чуть в порядок привести. Страшно, страшно. Все-таки это не Израиль, даже не Япония. Это немножко дальше. Смотрите, после работы в мэрии Днепра, если так, без шуток, после истории 14-го, 15-го, большой войны, революции, я думаю, что у него уже мало чего можно бояться. Надо только просто себя привести в порядок. Но вот 8 килограмм уже сбросили. Это заметно. Спасибо. Давайте на Землю тогда вернемся из космоса. Две недели назад, с участием президента, в Днепре прошел Совет регионов, на котором вы озвучили несколько таких стратегических, наверное, инициатив на этот год. О чем шла речь и когда можно будет... Давайте с самого начала. То есть не только про Раду регионального развития, а еще и про форум, на котором вы делали Петра Алексеевича. То есть много было спекуляций, что Филатов стал парахоботом и все прочее. Но я вам скажу так, что опять же я буду без оценок, потому что мы сейчас находимся в избирательной кампании. Мне запрещена любая агитация в силу должности. Скажу вам так, что на форум этот я пошел, не потому что поразмахивать флагом БПП. Никогда в БПП не было и не буду. Я надеюсь, слава Богу. А потому что это была широкая дискуссионная площадка. И на ней в том числе можно было бы до истеблишмента донести идеи. И одна из моих основных не просто идей, а как бы программных целей, как политика регионального уровня, это расширение прав местного самоуправления. И в то время, как в худших традициях ЦК КПСС многие говорили просто здравиться действующему руководителю государства, я просто вышел и сказал о тех вещах, которые наболели, которые должны стоять на повестке дня. И не только о расширении прав местного самоуправления и юридическом их закреплении через принятие муниципального кодекса, но в том числе и о вопросах, касающихся непосредственно территориальной громады. Та же самая история была на радио регионального развития. То есть все рассказывали, сколько они отремонтировали садиков, школ, дорог и прочее. Это действительно хорошие достижения. В этом отношении молодцы и коллеги наши и прочие. Но, знаете, подобного рода дискуссионные площадки собираются для того, чтобы дискутировать, а не просто говорить, ах, какие мы молодцы. И я буду и дальше ходить на эти площадки, а не просто сидеть в чулане. Кому-то может интересно и сказать, какие они молодцы. Нет, это да, и мы тоже молодцы. Но, знаете, проще всего сидеть в чулане или там плеваться в телевидении. А услышали у вас, как вы считаете? Готовы, вернее так, готовы ли они были? Я думаю, услышали, готовы. И действительно, я говорил о том, что наш город превратился фактически в анклав, потому что аэропорт толком не работает. Аэропорт – это одна проблема с железнодорожным вокзалом. Вторая проблема, ну не до такой степени, но тем не менее. Где-то в недрах Укрзалезницы застрял проект о конкурсе над железнодорожным вокзалом. Толком нет транспортного сообщения ни в сторону Одессы, ни в сторону Киева. Хотя сейчас действительно делается трасса, которая идет на Решетиловку. Опять же, не так быстро, как хотелось бы. То есть, моя задача, как лидера территориальной громады, эти вопросы постоянно подсвечивать. В том числе перед руководителями государства. Мы все понимаем, что разрешение проблемы лежит на столе. Пока не закончится избирательная кампания, никто особенно осмотреть не будет. То есть, это действительно правда, выледено на 200 миллионов гривен на проектирование аэропорта. И я, опять же, остаюсь сторонником того, что аэропорт должен быть в Днепре, а не в соленом, копченом или я не знаю. Ну а куда идет, скажем так, история эта? Смотрите, честно сказать, пока особо никуда. То есть, сейчас все заняты предвыборной гонкой. Ну, вы видите, это грязь, которая... Потому что вот австрийцы последние, я читал. Смотрите, австрийцами, да. С австрийцами история какая. Я с ними встречался. То есть, они не сказали для меня ничего особо нового. Но они помогли, в том числе, реструктуризировать все мысли, связанные с тем, где и занимает откровенно спекулятивную позицию, например, Министерство инфраструктуры. Ну вот, господин Амельян везде говорит, в Днепре аэропорт не годится, потому что якобы у нас все время туман. Да, действительно, у нас все время туман. Люди просто взяли метеосводки в Днепре, в Соленом, в Каменке и, условно, по территории области за несколько лет. И показали, что в Соленом были туманы, что в Днепре были туманы. То есть, этот аргумент отпадает. То есть, вроде бы, ты когда ходишь в аэропорт, ездишь в аэропорт Днепра, он не работает. На самом деле, знаете, сколько не работал аэропорт Днепра за последний год? Всего лишь 10 дней. То есть, это не настолько критическая проблема. Из-за погоды, да. Но те же 10 дней туман был и в Соленом. Понимаете? Поэтому тут есть вопросы. И в Запорожье есть все время туманы. Может, вопросы в том, что у каждого из направлений есть свои какие-то лоббистские группы, интересы? Ну, я сейчас же взвешен в оценках. Конечно, есть. То есть, наверное, для областного совета было бы хорошо поднять флаг, что условно область или область администрация построили аэропорт в области, а не в городе. Везде есть интересанты. Но для меня нужно, чтобы вопрос решился быстро. Он перегорел уже. И поэтому, когда говорят, что давайте построим аэропорт Гринфилд, ну, то есть, открытое поле, пустое. Вот, чтобы Амелья не рассказывал, он не построит его за два года. Вот я готов поспорить. Не построит он его за два года. Это минимум пять лет. И австрийцы это подтверждают. Поэтому я говорю о том, что надо делать аэропорт там, где он находится. Не знаю, разбираться с собственником, решать какие-то вопросы, связанные с этим, привлекать инвесторов. Но я против. Не потому, что я против соленого. Я думаю, он может быть, имеет место. Фактически город построить в чистом поле, наверное. Коммуникации. А землевпорядные работы. Это минимум, не знаю, полгода, это если все будет ехать. Там еще, по-моему, газопровод где-то проходит. Правильно. Вы правильно говорите? Сто процентов. Там проходит газопровод, но он как бы не высокого давления, не магистральный. Но он проходит. То есть, его тоже надо. А привозить топливо. То есть, это надо тянуть железнодорожную ветку, для того, чтобы привозить топливо минимум 8 километров. Не навозишься, что топливо получится. Устроить какие-то бытовые вещи. Ну, конечно. А где брать персонал? Жителей соленого туда отправить? Давайте их попробуем выучить. Поэтому есть вопросы. Но, опять же, знаете, сейчас такое безвременье. Быть-быть, а потом придет господин Коломойский и даст ответы на все вопросы после выборов. Может же и так получится. Может придет, а может не придет. Все в руке Божьей. Согласен. Мы затронули уже выборы. Ну, вам можно, нельзя. Сказали, нельзя. Но, я думаю, что за полторы недели до первого тура нас не совсем поймут, что мы тут об этом с одним и сказали. Давайте, может быть, без фамилий, без каких-то персоналей. Вот как городской голова, как гражданин Украины, как житель Днепра. Вот каковы ваши позиции, ваши ожидания, может быть, может быть, предпочтения. То, о чем я говорил в этой студии постоянно и в этой студии, и в другой, говорил не только сейчас, а полгода назад, год назад и два года назад. Нас, как территориальную громаду, как местное самоуправление, в настоящий момент устраивает статус-кво. Понятно, что децентрализация, то, опять же, о том, о чем я говорил на других площадках, как форумы Рада регионального развития, она не является бесповоротной. Да, она больше финансовая, да, надо закрепить юридически наши полномочия. Но вот я готов подтвердить о том, что в наши дела никто из Киева не лезет. У нас сейчас есть три кандидата, ну, условно, все остальные, мы же понимаем, что это так просто. Забег в ширину. Поучаствовать. Да, поучаствовать. Это уже под осень туда, наверное. У нас есть три кандидата. Кроме одного кандидата, никто из остальных других не сказали о том, как они видят права местного самоуправления. То есть, если один из кандидатов дал полномочия, дал деньги, и он является гарантом, все остальные, ну, они, как бы, вроде за все хорошее, против всего плохого, они хорошие ребята, но только то, что касается местного самоуправления, они не видят. Поэтому нас устраивает статус-кво. А я не знаю, пусть все остальные, как бы, наши люди голосуют, за кого они хотят. У нас свободная страна, демократическая. Я сразу, как бы, отстроился, я не собираюсь никого критиковать, или потому что я боюсь, или кому-то, не знаю, делать гадости. Слава Богу, не знаю, стол у вас не деревянный. Постучу по дереву, у нас не было там ни срывов митингов, ни каких-то там провокаций, когда приезжали все. Это дерево, можете посмотреть. У меня есть моя позиция, я этой позиции буду придерживаться, но тут не будет такого, что какие-то там, не знаю, пьяные будут лезть на сцену и кидаться на одного кандидата, или на второго, или еще что-то. Я категорически против этого. То есть уже пора заканчивать все эти худшие истории, которые были при предыдущем режиме. Пусть состязаются с мыслами, идеями, программами, не знаю, харизмой, но не какими-то грязными технологиями. Или пусть состязаются с грязными технологиями, но не здесь, в другом городе. Говоря о программах, я вот сейчас давно хочу спросить вас и других собеседников, и думаю, буду их спрашивать. У меня один вопрос как-то все больше и больше волнует. У каждого из них в программе, если говорить о кандидатах, есть раздел, параграф, не знаю, борьбы с коррупцией. Это обязательное такое правило хорошего тона. А я вот что хочу спросить у вас. Вы сталкивались с этим явлением как юрист, как бизнесмен, как политик, как чиновник обл. администрации, как, наконец, городской голова. Скажите, на ваш взгляд, коррупция, это действительно так плохо? Я имею в виду применительно к Украине, как говорят и считают. Или это все-таки может что-то такое, системообразующее нашей Египте? Ну, я бы на проблему коррупции смотрел бы шире гораздо. Знаете, у нас как бы, вот даже есть социология, фокус-группы, которые говорят о том, что украинцы категорически против коррупции в высших эшелонах власти. Я говорю, толеруют, я не знаю, как подобрать на русском языке, толеруют коррупцию на местном уровне. Ну, там крадут и крадут на асфальте, а бы там нам двор заасфальтировали. И абсолютно лояльно к коррупции, которая у них находится на бытовом уровне. То есть, они не считают зазорным попытаться всунуть взятку полицейскому. Или какую-то коробку конфет врачу. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю. То есть, хотелось бы всех расстрелять за коррупцию, но чтобы кум был на хорошей должности, с ним можно было... Так я же говорю, может это наше все. Ну, или не только наше. Традиция. Ну, смотрите, традиция нельзя как бы клемить. Если сейчас убрать, и все может восстановиться. Да, клемить нацию, но как бы эта программа гораздо шире, не программа, а проблема гораздо шире, чем ее пытаются представить, например, в Фейсбуке. Вот так вот. И она многогранная. Действительности никто не вербализирует, но это правда. Коррупция не побеждена нигде в мире. И даже в таких успешных, экономически развитых странах, например, как Италия. Она присутствует везде. В силу каких-то причин исторических и прочее. Я думаю, она присутствует даже в таком флагмане и светоче мировой демократии, как Соединенные Штаты Америки. То есть, она просто может быть выведена на более высокий уровень. То есть, опять же, это не моя задача, но насколько я понимаю... А коррупция не должна касаться... Узаконено лоббизм. Вы правильно говорите, да? То есть, в Штатах она вообще узаконена через лоббизм. То есть, ты приходишь, платишь деньги в лоббистскую компанию. И тебя начинают водить. Поэтому эта программа, опять же, проблема более многогранна, чем она кажется на первый взгляд. То есть, ее нельзя, как любую проблему, упрощать. Просто она стала давно предметом спекуляции, особенно политических и все. А знаете, у меня, опять же, я не могу рассказывать частные разговоры с американскими дипломатами. Но я общался, не буду говорить с кем. Вот мне говорят, ну вот вас там критикуют за то, за то, за то. Я говорю, да, хорошо. А вы видели, что, например, Днепр по рейтингу международной антикоррупционной компании Transparency International является на пятом месте по открытости власти? Видели. А вы видели, что по прозорам мы там, условно, четвертые в стране? Видели. А как это может корреспондироваться? То есть, с одной стороны, местная публика пишет о всем, что все украли, везде сидит жилье. И при этом мы в системообразующих вопросах, институциональных, занимаем одни из первых мест. У меня говорят, ваша версия. Я говорю, просто, условно, киевские антикоррупционеры, которые присваивают нам высокие рейтинги, они не собираются здесь ни в Хорсовет баллотироваться, ни в мэры, никуда. Их здесь политическая борьба не интересует. А местные, которые взяли это в плане, как инструмент политической борьбы, И посмотрю, смотрите, я говорю, вот Иванов баллотировался тогда, набрал 0,2%. Петров баллотировался тогда, набрал 1%. Но при этом они рассказывают, что все украли. Поэтому нужно определиться, нам шашечки или ехать. Или мы используем этот тренд как аргумент в политической борьбе. Тогда не называйте себя антикоррупционерами, называйте себя политикой. Ну, это примерно такая же история, похожая. Филатов плохой, но у Филатова рейтинг, наверное, сколько сейчас? За 50-то точно есть? Это точно, да. Вот примерно где-то из этой области. Борис Альберсович, завтра сессия очередная городского совета. Предыдущие две, насколько я помню, прошли без вас. Планируете ли... На вторую я опоздал, я вам скажу честно. Я прилетел в этот день, и депутаты так быстро проголосовали. Это не так, это они раньше начали. Это они поторопились. Не успел побриться, уже зашел. Планируете ли быть завтра, и какие принципиальные предложения для обсуждения депутатам? Смотрите, из знаковых вещей сессия будет завтра более-менее скучная. Будут просто бюджетные перестановки. Я думаю, что мы быстро... Подождите, про фонд вот за... Да, вот это будет как бы вишенка на торте. Я не хочу упреждать и говорить, но 100 тысяч волшебные уже сыграли. Насколько я знаю, может быть, это ошибка, сейчас проверяем. Двух этих негодяев, изрисовавших памятник, нашли. Нашли, уже известно, кто, где живут. И все остальное. Руки целы, да. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы их, так сказать, явим. Вы что хотите? Вы хотите предложить создать некий фонд, да? Да, на сессии мы проголосуем. На сессии мы будем... Да, ну, будут, опять же, правозащитники и либералы писать о том, что Филатов спонсирует доносчиков. Да, конечно, а как же? Смотрите, моя задача заключается в том, что и принцип деятельности. Система всегда победит анархию. То есть, еще даже при царе всегда дворники, околоточные. Они были осведомителями, они как бы работали. Ну, это превенция, да. По-моему, вся Европа живет по такому принципу. Сто процентов. То есть, ну, у нас Родина заканчивается на пороге собственной квартиры. Ну, опять же, если мы не будем говорить там о поощрении за доносительство, хотя это не поощрение за доносительство, это просто превенция совершения правонарушений. Вот простой пример. Сегодня у меня был прием граждан. Я приехал к вам перед этим, встречался с людьми. 42 человека было. Приходит женщина, говорит, у нас и еще в пяти квартирах холодно. Почему? Сосед перерезал себе отопление, сделал как бы обратку и все. Мы не можем к нему попасть домой и к нему не можем. Он просто закрылся и все. У всех холодно, ему хорошо. Такого не может быть ни в США, ни в Германии, ни в Израиле. Если бы такое сделал кто-то в США у себя в доме, пришел бы муниципалитет, вырезали бы двери и выкинули бы на улицу. А у нас он сидит, сватминистру, кум-королю, и дули крутит из квартиры. И мы ничего не можем сделать. В тот момент, если я срежу ему двери, завтра будет уголовное дело по самоуправству. Поэтому я сижу и придумаю вот такие инструменты, каким образом влиять на эту публику. И я придумаю. У меня очень злокозненный ум. Борис Анатольевич, спасибо. Показываю, что время как бы заканчивается. Насчет ботинок, которые ведь попробуют, как там походить в ваших ботинках. Ну, вы сами ходите пока. Не надо их там нигде оставлять у дверей. Такое время, что можно как бы их и потерять. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. И в ваших начинаниях, и в реализации. Обещаю приходить почаще. Приходите, да. Поменьше. Нет, ну, в командировки ездите, но приходите почаще. Спасибо еще раз. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас в студии был городской голова Днепра Борис Филатов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова